Почему я решил заснять это видео? Потому что я сейчас был в Украине, потом я работаю в Москве, работаю в Санкт-Петербурге и вот тут еще столкнулся на профессиональном форуме с коллегами, которыми мы обсуждали нейротрофическую терапию. Это вопрос, я хотел бы посвятить ответственности родителей, да, почему вообще нужно быть родительными ответственными, да. Я хочу с того начать, что наша постсоветская медицина, она немножко отличается от той медицины, которая есть в странах Западных и Соединенных Штатах Америки. То есть сейчас медицина принята, должна быть доказательной. То есть те методы, новейшие методы, которые исследованы и доказаны, должны внедряться в медицинскую практику и должны их пользоваться для лечения заболеваний у детей в обязательном порядке. И вот сейчас мы сталкиваемся с тем, что уже много времени прошло после того, как рухнул в Советский Союз, а в этих странах до сих пор используются те методы, которые использовались тогда при Советском Союзе, и они не хотят меняться, несмотря на то, что мир стал значительно уже. У нас есть интернет, и у нас есть возможность узнавать современную медицинскую информацию, в том количестве, в котором она достаточна для нашей пустаново-продуктивной работы. Но, к сожалению, сейчас пока это не работает в том объеме, в котором бы хотелось. И, к сожалению, несмотря на то, что мы сейчас имеем самые современные данные о том, как лечить какое-то или иное заболевание, для этого действительно достаточно будет открыть ноутбук, достать его открыть и посмотреть, как это лечится и как это должно лечиться. Это, к сожалению, до сих пор используют старые методы, то есть просто неправильный какой-то подход к принятию медицинских решений. Почему такое происходит? Ну, я хочу сделать такой небольшой опус, что если вы обращаетесь в страны Запада к врачу, если он имеет диплом, то вам не нужно, как правило, искать именно самого хорошего врача. Если человек уже получил диплом, и он его как-то защитил, как-то он ему дал соответствующие экзамены, то это всегда говорит о том, что этот человек соответствующего интеллекта и соответствующих знаний, что он его получает. Кроме того, что он еще постоянно поапгрейдит, повышает свои знания. Доказательная качественная медицина пока на сегодняшний момент будет штучным экземпляром, как в нашей стране, так и в Украине. И я могу объяснить почему. Потому что для того, чтобы развивалась нормальная медицина, как и все остальные отрасли, нужны, чтобы были базовые демократические права и свободы. Когда у вас есть базовые демократические права и свободы, вы можете влиять на принятие решений в тех или иных отраслях. Если вы не можете влиять на принятие решений в тех или иных отраслях, то уровень той или иной отрасли будет зависеть от того, насколько ей повезло с теми, кто ей руководит. А везение здесь, оно именно везение. Почему? Потому что в тоталитарных режимах не всегда на всех уровнях сидят профессионалы, а иногда сидят те люди, которые лояльны и в чем-то понимают, как нужно двигаться в политическом плане, а не в профессиональном плане. Поэтому надо понимать, что эта структура многослойная. Если на каждом уровне такого слоя стоят люди, которые умеют конформистски относиться к каким-то решениям каких-то проблем, то не всегда это будет профессионально. И мы, к сожалению, сталкиваемся с этими вещами. И поэтому в итоге мы видим, что лекции читаются, на которых говорятся те вещи, которые не обсуждаются вообще в мировой офтальмологии, в мировой медицине вообще. Мы видим, что методически рекомендации пишутся те вещи, в которые не пишут нигде в мире, а только здесь, в наших странах это пишут. И это, к сожалению, так. Я к чему это все говорю? Что ответственность за принятие решения, она лежит, конечно же, на враче. Но вот побывав в Украине, поработая в России, пообщавшись сейчас на профессиональном форуме, я хотел бы сказать, что все-таки лучше было бы, и тут нужно понимать, что родители тоже должны участвовать в том, как принимают решения относительно здоровья детей. Вот недавно я общался на офтальмологическом форуме, где есть доктора из России и Украины. И там обсуждался вопрос нейротрофического лечения. Нейротрофическое лечение – это такое лечение, в кавычках, когда под глаз, либо внутримышечно вкалываются препараты, которые используются, опять же, только в наших странах, их нигде в мире не используют, которые считаются улучшайзерами. То есть есть генетическое, как правило, заболевание какое-то глаза, и это заболевание сводится к тому, что нарушается синтез какого-то белка, этот белок накапливается в больших количествах, разрушает сетчатку, или наоборот, его не хватает. И есть просто универсальные такие антиоксиданты улучшайзера, которые активно используются. Клиническая эффективность их доказана в сомнительных работах, их не используют ни в мире, однако в нашей стране их используют. Что же я слышу от докторов, которые со мной это обсуждают? «Знаешь, Вальдим, родители детей сами хотят лечиться». То есть мы понимаем, что это бесполезные препараты, но если мы их не назначим, они обидятся. То есть меня хотят убедить в том, что мы хотим, чтобы родители потратили деньги на то, что ребенок едет из какого-то пункта населенного в тот город, где проводится это лечение, и потом он тратит эти деньги на это лечение, в кавычках, и это приносит ему моральное успокоение. Что если мы при некоторых заболеваниях скажем, вы знаете, а вот в вашем случае нормального сейчас лечения не существует. Наш уровень медицины настолько низок, не наш конкретно, а вообще мировое представление об этой болезни такое, что пока специфического лечения не разработано, что пациент на нас обидит. Да даже если обидится. То есть мы должны говорить правду, кто обидится, это уже не наше дело. Но вот взрослые, серьезные люди мне уверяют, что у нас есть такая ложь во благо, мы будем уговаривать родителей лечиться, потому что они боятся остаться без лечения, даже если это лечение неэффективно. То есть неэффективное лечение мы заведомо назначаем, потому что мы боимся, что родители огорчатся. Может быть они и огорчатся, может быть у них какая-то надежда и рухнет, но опять же мы должны думать о том, чтобы было благо для ребенка, чтобы не было проблем с тем, чтобы ребенку было дискомфортно, либо ребенку было как-то плохо. Так вот, к сожалению, на сегодняшний момент уровень пока наш такой, что ответственный родитель должен вникнуть в состояние ребенка. Я в этом просто уверен. То есть вот если вы, к сожалению, родители ребенка, у которых есть особенное наследственное заболевание, вы должны входить в соответствующий сайт в интернете, особенно если это редкое глазное заболевание, читать по этим редким заболеваниям, желательно на английском языке, для того, чтобы получать максимально больше информации, чтобы вашему ребенку не назначали нелепые препараты, которые сейчас до сих пор продолжаются. Я когда начинал работать, это было 20 лет назад, мне казалось, что вот эти инъекции под глаз с всякими улучшайзерами, они вот-вот должны прекратиться, потому что это просто старое поколение врачей, сейчас придет молодой и все это исправит. Но вот уже у меня молодость прошла, а все никто ничего не исправляет, это продолжается в прежней судьбе. Поэтому мое мнение, что родители должны активно просто познавать болезнь для того, чтобы быть на острие, для того, чтобы знать, что делается с их ребенком, желательно это делать на английском языке и читать в интернете. Ну вот мне сейчас могут сказать, что вы знаете, с тем или иным заболеванием, мы наблюдаемся там у очень уважаемых людей, это кандидаты, доктора наук, это врачи заслуженные, врачи первой, второй, третий, четвертой и пятой категории, и у них есть там справки и бумаги, что они самые-самые-самые крутые врачи. Опять же, я хочу повториться, что все градации, они условно, относительно той системы координат, которая здесь принята. То есть, если мы будем брать систему координат, которая принята в мировой медицине, то эти градации, они не будут настолько ясны, как мы прикинули здесь. Вот я часто слышу, что мы ребенка наблюдаем в научно-исследовательском институте, у профессора такого-то, или еще у какого-то. То есть, я никого не хочу обидеть, но те градации, которые характеризуют степень и качество, они работают только в том случае, когда на каждом уровне контроля этого степени и качества стоят профессиональные люди, которые стоят там и находятся на тех должностях благодаря своим профессиональным качествам, а не благодаря каким-то своим личным особенным качествам, благодаря которым они могут оказаться в тех обществах, где не принято контролировать, а принято назначать, и принято назначать, и принято система так называемых уважаемых людей, когда у нас некоторые научные идеи даже критиковаться не могут, потому что мы можем обидеть очень уважаемых людей, то в такой ситуации говорить о том, что, вы знаете, мы были у доктора такой-то градации, и поэтому это будет авторитетное мнение, это не совсем правильно. То есть, ну, вы можете пребывать в таких иллюзиях, и тогда это будет просто чисто ваша проблема. Но я бы все-таки призывал, особенно это касается родителей с редкими хроническими генетическими заболеваниями, но вообще всех остальных, это взять и вникать во все, и желательно на английском языке читать про это заболевание. Вот просто подумайте на ту тему, почему есть общество с демократическими права и свободами, а почему есть общества, в которых до сих пор носят набедренные повязки и не пользуются современными благами, при том, что учесть, что то общество, которое пользуется набедренными повязками и не пользуется современными благами, оно, благодаря тому, что коммуникация развита очень хорошо, оно фактически представляет, что есть другой уровень жизни, что есть жизнь, где на каждом уровне есть профессионалы, что есть жизнь, где соблюдаются права человека, а налоги идут на то, что нужно. Объясню, там стоит система уважаемых людей, когда для того, чтобы что-то изменить, нужно обидеть какого-то уважаемого человека либо нарушить какой-то негласный закон, который принят в этом обществе. То есть нельзя перейти изнецивилизации в цивилизацию. Вот та же ситуация, она препятствует нормальному развитию медицины и демократических сообществ. Для того, чтобы сказать, что нужно лечить это заболевание так-то, а не так, как считает доктор Пупкин, профессор Пупкин, нужно сначала обидеть профессора Пупкина. И пока мы не можем этого делать, пока эта система будет работать так, что профессор Пупкин здесь самый главный, а и поэтому его мнение будет просто слушаться, а думать что-то про себя, к сожалению, здесь меняться ничего не будет. Поэтому, опять же, я хочу повториться, что доказательная качественная медицина – это пока штучный товар. И в такой ситуации нужно быть внимательным самому для того, чтобы следить за тем, чтобы ваш ребенок наблюдался у правильных врачей, и чтобы эти правильные врачи делали правильные вещи. Мне кажется, я, в общем-то, хотел… Что я хотел сказать с этим видео? В этом видео я хотел сказать, что я очень часто вижу родителей, которые делают со своими детьми с медицинской точки зрения абсолютно бесполезные, неправильные вещи месяцами и годами. То есть те вещи, которые исследованы и доказаны, не работают. И в большинстве случаев это легкие какие-то заболевания, какие-то хронические, глазные, в каких-то случаях это тяжелые заболевания, но они просто ходят на курсы какого-то лечения, которое не принято во всем мире. И за годы, месяцы у них никогда не возникает мысль, а все ли идет так, все ли идет как положено. Вот я хочу призвать родителей, призвать их, чтобы они подумали о том, что иногда нужно подумать, иногда нужно проконтролировать, все ли идет так, что не положено. Открыть интернет, открыть Медскейп, может быть, зайти, может быть, еще что-то, и почитать исследования. Может быть, Майя клиник, есть такой клиник Майя клиник, они пишут на английском языке практически про все заболевания, которые можно там почитать, даже про пищевые добавки, даже про спортивную медицину, все можно там почитать. Очень простым и доступным языком, правда, к сожалению, английским, но это доступно. Мне показалось, что я смог донести эту информацию. Если будут вопросы, пожалуйста, пишите на моем сайте. Я с удовольствием буду обсуждать их. Спасибо.